Всем привет, дорогие друзья! Итак, многие из вас знают, что у меня, а может и немногие, что у меня есть E3T Touring, который нужно собрать, который у меня будет проектом, но не суть. В общем, сегодня я урвала, просто урвала замечательное сидение для туринга. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, посмотрите на него. Какая красота! Зад вообще в идеальном состоянии, а перед нужно будет немножечко перешить. Сейчас покажу. Ну вот так выглядят передние сидения. Как бы состояние не совсем убито, да, но и, естественно, не идеал. Но это все мелочи. Главное, что это есть, что это спорт Зитцина и зад, и перед. Короче, я счастлива. Вот так выглядят старые сидения в этой машине. Сейчас их сниму, и пропылесосить надо будет, и тогда поставлю другой салон вместе с дверными картами. В общем, смотрите, видела, что в интернете практически нет информации о том, как снять эти спинки с E3T Touring. В общем, ситуация такая. Мы откидываем спинку, и здесь нужно отверткой отодвигать спинку вовнутрь машины. И тогда она должна выйти. Там есть, получается, ось. Она пружинит и выходит. Видели? Выходит по чуть-чуть. Я просто с Турингом сталкивалась впервые. У меня-то купе постоянно. О, все, вышло. Для меня это вообще была загадка. Фух. Так что, если вы не знали, как это делается, теперь вы знаете. Потому что я об этом узнала тоже только сегодня. В общем, я не знаю. Ну вот так сохнет салон, сейчас я быстренько его закидаю вот в эту пока что еще не красотку, вот спинки уже тут, сейчас закидаю и будет красота. Только посмотрите насколько все легко устанавливается и насколько сейчас красиво выглядит, сейчас осталось поставить эти боковинки и будет вообще сок. Сейчас уже новый день, уже следующее утро и я чищу салон, чищу салон с помощью метелочки, вот с помощью метелочки и совочка, потому что машина стоит дальше чем может добраться удлинитель, либо вообще что-либо и машину, чтобы туда поставить. Ну короче, нет возможности добраться до розетки, чтобы пропылесосить, поэтому я использую щеточку и метелочку, дышу, так сказать, пылью в этот жаркий день 30 градусов жары, но не суть. Вот сейчас покажу как выглядит салон до моего прикосновения и покажу как он будет выглядеть после. Ну вот так это пока что все выглядит, выглядит все мега ужасно, мега плохо. Вот для чего я это все делала? Эти сиденья я купила недавно и чтобы они не валялись где-то там в боксе, надо их поставить, чтобы с ними ничего не произошло. Вот эти я уже задние поставила и останется поставить передние. Сейчас я это все вычищу, возьму какую-нибудь химию, протру вот эту вот все пыль и будет, я скажу вам, очень даже солидно. Ну вот я подмела салон и сейчас я немножко попробую его помыть, вот эти потеки, чтобы он более-менее выглядел, может быть, ржавчину удастся отмыть. Ну и вот это попробую отмыть, чтобы хоть визуально это все не бросалось в глаза, и было бы плюс-минус приятно глазу. Ну вот, уже другое дело. Еще чуть-чуть потереть и будет огонь, и вот так по всему ковру пройтись. Вот так. итак посмотрим как выглядела как выглядела та половина изначально потому что ну они одинаково грязные были вот и как она выглядит и теперь я все-таки достала удлинитель использовала пылесос моющий пылесос и я не доводила до идеала но чтобы знаете чтобы хоть чуть-чуть приятно было бы сесть в салон выглядит очень очень приятно и сейчас нужно будет провести ту же самую операцию с этой половиной я пропылесосила сейчас есть использую средства одно старенькое и 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